Мы продолжаем с вами работу с удивительным хостингом, там где нужно платить только один раз и навсегда. Что-то новенькое на российском рынке хостингов, достаточно интересный вариант. В прошлых видео я показал как зарегистрироваться на данном хостинге, как установить Joomla на данный хостинг. В этом видео я хочу показать как развернуть сайт на WordPress на данном хостинге. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Ссылка на замечательный хостинг вы найдете в описании под этим видео, а мы с вами продолжаем. Всегда рекомендую качать движки с официальных сайтов, поэтому переходите на сайт ru.wordpress.org и сначала скачайте последнюю версию движка WordPress. Последняя версия на момент записи уже у нас 5.0, скачем ее на компьютер. Переходим в панель нашего хостинга. В прошлом видео я показывал как установить Joomla на тестовый домен и создали базу данных. Так как будем размещать WordPress на тот же тестовый домен, рекомендуется файлы все удалить. Если вы за мной смотрели прошлый урок и пробовали разместить Joomla, то обязательно почистите директорию. Как это сделать? Менеджер файлов. Папка www. Двойным кликом кликаем по этой папочке, заходим в наш домен и вам нужно удалить абсолютно вот эти все файлы движка Joomla на кнопку удалить. Я все удалил, у вас будет выглядеть вот так же. И соответственно базу данных нам нужно также почистить. Для этого мы ее выделяем, нажимаем перейти. Нас перебрасывает phpMyAdmin, находим нашу базу данных, в самый низ прокручиваем, ставим галочку «Выделить все» и вот здесь выбираем удалить базу и подтверждаем нажатием на кнопку «Да». Все, база данных чистая. Итак, чтобы загрузить движок WordPress к нам на хостинг, переходим в менеджер файлов, опять www, наш тестовый домен и нажимаем здесь на кнопку «Закачать». И выбираем дистрибутив WordPress с нашего компьютера, кликнув на кнопку «Выбрать файлы». В всплывающем окне на компьютере находим дистрибутив WordPress, выделяем его и нажимаем «Открыть». Нажимаем «Ок». Итак, видим архив WordPress, выделяем его, теперь нам нужно его распаковать. Нажимаем здесь на кнопку «Извлечь». Здесь ничего не трогаем в корневую директорию нашего домена. Здесь все уже стоит правильно, нажимаем «Ок». Архив с WordPress выделяем, он нам больше здесь не нужен и нажимаем на кнопку «Удалить». Подтверждаем действие. У нас весь сайт, вся корневая структура файлов и папок находится в дополнительной папке WordPress. Это неправильно, нам нужно зайти в эту папку WordPress, выделив абсолютно здесь все и нажать на кнопку «Копировать». Здесь мы выделяем наш домен, то есть нам нужно все файлы обязательно разместить в корне домена, в корневой директории. То есть вот так вот это делаем и нажимаем с вами «Ок». Таким образом мы скопировали все файлы и папки в корневую директорию. Здесь мы можем нажать «Назад». Вот эта папка WordPress, ее выделяем. Она нам здесь больше не нужна, также нажимаем здесь «Удалить». А вот эти все папки, это все нам необходимо, это и есть вся структура всего движка WordPress. Дальше обращаемся к нашему тестовому домену. Я вот только что обновил страницу и у меня здесь все в порядке, стоит страница установки WordPress на хостинг. Если вы не помните, как это сделать, это www.domene. Наводите мышь вот сюда вот и вот здесь в всплывающем окне вы можете видеть свой тестовый домен. К нему и нужно обратиться в адресной строке браузера. Здесь мы нажимаем «Вперед». На этом ответственном шаге нам нужно заполнить поля базы данных, то есть подключить наш сайт к базе данных. Базу данных я создал в прошлом уроке. Если вы не смотрели прошлый урок, вам нужно перейти в базу данных и здесь нажать на кнопку «Создать» и «Создать базу данных». Создать имя пользователя, имя базы данных и создать пароль. Соответственно у меня имя базы данных и имя пользователя одинаковые. Федор, поэтому имя базы я прописываю здесь Федор. Имя пользователя у меня тоже Федор. Пароль, который вы придумали к базе данных, прописываем. Сервер базы данных оставляем localhost, а вот префикс таблицы я рекомендую обязательно сменить на какой-то уникальный, состоящий из английских букв. И оставляйте нижнее подчеркивание. Это нужно в целях безопасности. Нажимаем на кнопку отправить. У нас все в порядке, значит мы правильно прописали данные к базе данных и у нас движок WordPress синхронизировался с нашей базой данных. Нажимаем запустить установку. Название сайта. Если тестовый сайт, можете назвать его как угодно. Имя пользователя. Конечно, я не рекомендую использовать админ, но вы можете использовать, если вы тестируете сайт, любое другое имя. Пароль в админку нам сразу WordPress предлагает использовать сложный, но если вы тестируете сайт, как я уже говорил, можете воспользоваться легким паролем, но при этом надо поставить галочку «Разрешить использовать слабого пароля». Обязательно пропишите ваш электронный ящик и нажимаем «Установить WordPress». Итак, под нас система WordPress поздравляет. Мы нажимаем на кнопку «Войти». Видим с вами страницу авторизации в админке WordPress. Нажимаем «Войти», то есть прописываем ваш логин и пароль от WordPress. И нажимаем «Войти». Если мы что-то написали не так, у нас выскакивает предупреждение. Я неправильно написал пароль. Нажимаем «Войти» еще раз. У нас с вами все в порядке. Мы видим админскую часть сайта. Можем перейти на фронтальную часть сайта. Видим, сайт открылся. Никаких ошибок нет. С чем я вас и поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok